Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о палках Leaky Traveler Carbon. Одна из самых компактных и легких палок. В общем-то это VIP-сегмент палок для тех, кто хочет совместить в одной палке все, что возможно. То есть это удобный пристегивающий стемляк, пробковая вставка на рукоятке, легкость конструкции за счет содержания карбона, 100% карбона. Здесь специальный башмачок для ленивых, который даже не надо снимать и класть грязный в ваш карман во время прогулки, если у вас часто меняется рельеф. То есть вы можете перещелкнуть на заостренный конец и также перещелкнуть, если вы идете по асфальту и плитке, и вы дальше пойдете на мягкой, хорошей резине. Обратите внимание на этот вид, угрожающий и очень изящный. Шарк, система шарк в лейке названа не просто так, это переводится как акула. Очень изящный, красивый верх рукоятки палки позволяет очень быстро и легко пристегиваться. Палка, как видите, держится прямо между большим и указательным пальцем, ничто не мешает и все находится под постоянным вашим контролем. Палка не падает и не болтается. Особенность этой модели оценят те профессионалы. Ну и вообще на данную модель стоит заглядываться, если вы всерьез занялись скидинавской ходьбой и желаете совместить все возможное в одной паре палок. Та особенность, на которую хотел обратить ваше внимание, это, будет понятно, скорее профессионалам, как можно в телескопической палке угадать, на каком моменте закрутится она и остановится башмачок так, чтобы идти и быть повернутым назад по ходу нашего движения. Так вот, эта компания разработала очень хороший механизм фиксации. Во-первых, вы когда ее складываете, чувствуете, как выходит и сопротивляется воздух сложению. Во-вторых, трубки друг к другу очень близко примыкают, нет никакого люфта. Во-вторых, после закручивания, вот вы дошли до определенного максимума, уже палка упирается, вы можете чуть-чуть отпустить палку и она по-прежнему будет сохранять ваше давление. Тем самым мы можем отрегулировать угол наклона башмачка так, чтобы идти в соответствии с техникой скидинавской ходьбы. На нижнем и верхнем колене установлена длина палки. Вы находитесь, допустим, в 115 сантиметров, если вам нужно, в нижнем колене и 115 в верхнем колене. Фиксируйте до упора, чуть-чуть отпускаете, как я сказал, если вам необходимо установить башмачок в верном направлении, и палка готова для ходьбы. Она действительно очень легкая. Кое-что по секрету скажу вам по поводу этих башмачков. Они непростые, называются смарт, это вроде как умные, но я бы назвал их скорее ленивые башмачки для ленивых людей. Не буду вас обижать, мой дорогой зритель, но тем не менее небольшой минус этой модели в том, что она рассчитана на идеальные условия прогулок. То есть, если вы будете использовать палки в грязи, в песке, в гравии, лучше выбрать наконечник классический, там, где башмачок снимается. Эта модель палок все-таки рассчитана на прогулки по ровной лужайке, по гольф-полю, по асфальту и плитке, там, где минимально будет воздействие пыли, грязи на башмачок. Все-таки в эти элементы прокрадывается по нашему опыту использование пыли, грязь, которая мешает потом перещелкиваться. Легко это можно нейтрализовать, промыть, но согласитесь, в походных условиях не всегда это возможно. Сам наконечник очень легко меняется, не очень легко, как видите. Пожалуйста, чтобы мне помочь, поставьте лайк под этим видео, здесь внизу, и я вам расскажу, как все-таки поменять резиновый башмачок в этих хитрых палках леки. Смотрите, если вы купите оригинальный сменный комплект, у вас будет специальное приспособление, чтобы вытолкнуть штифт и поменять эту резинку. Ну, я нахожусь в лицу, полевые условия, поэтому у меня походный нож. Я чуть-чуть выталкиваю штифт, вынимаю его, и небольшой секрет для вас. Не пытайтесь вот это снять, оно идет под косым направлением в сторону. Видите, как пошло смещаться. Таким образом оно достается и меняется. Единственный вопрос, который вы можете задать, но на который я не знаю ответа, это как поменять вот этот вот весь комплект. Сколько я не грел, у меня не удавалось. Поэтому, возможно, со временем сюда лучше поставить классический наконечник со съемным резиновым башмачком. Но, как видите, поменять несложно. Вставляем обратно, вставляем штифт, и все готово для дальнейших прогулок. Пару рекомендаций, ценных советов для тех, кто собирается в путешествие. Все-таки вы, наверное, выбираете палку самую компактную. Для того, чтобы ее сложить еще компактнее, мы можем разделить составные части, не бойтесь, она не сломается, на три составных элемента. Тем самым вы выиграете порядка 12 сантиметров, которые могут быть значительны при упаковке палок с собой. Видите, палки стали очень компактные. Можно взять с собой вручную кладь. Надеюсь, в аэропорту вас никто не остановит и не задаст вопрос, как вы будете использовать этот острый наконечник. Совсем забыл вам сказать одну важную информацию. Мы с вами разложили палки, но как их сложить? Мы просто вставляем, оказываем небольшое усилие, и она уже складывается. Кстати, когда вы будете складывать, вы заметите, как прямо сопротивляется воздух при ходьбе. Это указывает на то, что звенья подобраны очень четко друг к другу, и у вас не будет люфта, палка будет тихоходная при ходьбе, и она будет надежно крепиться, долго вам прослужит. Главное, не переусердствуйте, когда вы будете скручивать палку. Это все-таки карбон, и он не любит поперечных ударов и давлений. Данную модель палок можно приобрести и в алюминии. Она будет отличаться материалом и незначительная разница в весе. Кстати, особенность системы шарк, влеки, то, что можно найти еще перчатки вот с таким крючком. То есть вы можете зимой использовать не темляк, а уже готовую зимнюю перчатку, которая будет одеваться на рукоятку, и вы буквально как влитые, рождены с палками для ходьбы по-скадинавски. Так что в путь! Ну что ж, ставьте лайк под этим видео. Я надеюсь, оно вам понравилось и было полезным. Также жду ваших комментариев, и при возможности можно подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира с киневицей ходьбы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!